10 июня в Исагеносе прошли масштабные соревнования по гребле на байдарках и кануэ. В первом этапе Кубка Литвы среди детей и юниоров участвовало около 140 юных грибцов из семи городов Литвы и из латвийского Даугавпилса, так что турнир можно назвать международным. Соревнования на гребной базе длились почти 6 часов. За это время состоялось 38 заездов на байдарках и кануэ. Младшие ребята соревновались на дистанциях 200 и 1000 метров. Старшие преодолевали 500 и 1000. В этот прекрасный день немножко ветерок самым молодым участникам может и мешает, но они все финишируют. Сейчас вот как раз происходят еще последние заезды 1000 метров. Вот ждем финалистов и будем награждать победителей. Конечно, сейчас лето, сезон и гребля один из основных видов спорта, где дети могут себя показать и достигать большого уровня. Конечно, есть у нас и такие спортсмены, которые уже достигают медали и в Европе, и в мировых чемпионатах. Так что надеемся, что наше поколение молодежи тоже покажет и в будущем свои достижения. В течение всего лета каждый день дети тренируются и надеемся, что все больше и больше будет соревнований у нас в городе. По результатам соревнований на разных дистанциях и в разных возрастных группах победителями стали многие висыгинские спортсмены. В гребле на байдарках первые места завоевали Даниил Касабрюхов, Никита Аверчук, Матвей Чепелкин и Валентин Вилепский. Вторые места заняли Мирон Корышев, Алексей Бабрицкий, Федор Том. Третьими были Мирон Корышев, Максим Аверчук, Владислав Кизеров, Матвей Чепелкин и Андрей Желейко. Среди девочек два первых места достались Еве Некрашайте, два вторых места заняла Анелия Кокорина. Бронзовые медали получили Дарина Фадеева и Елизавета Мельничук. В гонках на Каново первое место занял Эймонтас Блажевич, Фаустас Невераускас завоевал две серебряные медали. На вторые ступеньки на пьедестале почета также поднялись Иван Монахов и Кирилл Сухоруков. Бронзовые медали получили Арслан Шарипов, Виталий Шимкунос и Кирилл Сухоруков. Два висагинских спортсмена были отмечены именными кубками. Никите Аверчуку достался кубок победителя этапа Кубка Мира 2023 года и вице-чемпиона мира Артура Сеи, а Эймонту Сублажевичу – Кубок чемпиона мира Евгения Шуклина. Поздравляем победителей, а также всех юных спортсменов, участвовавших в соревнованиях. Желаем им хорошей физической формы, совершенствования уже полученных навыков и новых достижений в гребле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok